всем привет с вами дмитрий и вы на канале дмитрий d tutors сегодня мы продолжим изучать настройки материала в октан рендер у нас остались самые интересные сложные настройки объекты прежде всего к ним относятся материалы которые пропускают свет поэтапно мы рассмотрим настройку каждого объекта это финальный урок по работе с материалами после которого перейдем к настройкам октан дальнейшей визуализации обработки fusion да вы не ослышались я планирую выпустить серию уроков в которых расскажу как собрать изображение при помощи рендер пасов примерно так это будет выглядеть итак начнем вот эти объекты выделенные красным их материалом и будем сегодня поэтапно настраивать как и в прошлых видео я разместил их в группе туда сейчас я последовательно выделю объекты чтобы показать их содержимое сетка достаточно плотная в некоторых местах сильно деформируется карниз имеет очень простую форму ровная штора также очень простая нет надобности высокой проработки так как на рендере эти участки будут очень мелкими либо не будут видны вообще сама плоскость которая пропускает свет имеет небольшую толщину для занавесок я использую модификаторы subdivision и solidify первый разбивает сетку дело ее поверхность более гладкой второй добавляет объекту толщины чтобы показать как модификаторы воздействуют на объект временно выключу их начнем с subdivision при включении иконки realtime модификатор будет отображаться в ю порте уровень мягкости отображения в ю порте сейчас равен единице я не выставляю высокие значения это позволяет поддерживать хорошую производительность в целом сейчас в ю порте объект выглядит сглаженным что позволяет мне видеть приближенный конечному результат следующая иконка которую я активирую это рендер визуализация модификатора на этапе рендеринга те значения которые введены здесь а именно 3 будут применяться в процессе рендеринга далее я активирую следующий модификатор который добавляет толщины к объекту обратите внимание на эти участки при включении и отключении данного модификатора объект приобретает небольшую толщину для того чтобы модификатор был видим необходимо задать значение толщины у меня она получается примерно следующим также я ставлю галочки напротив even thickness и high quality чтобы получить более точную интерпретацию толщины чтобы все эти изменения были видны не только в ю порте но и на рендере активирую конку рендер в занавеске напротив такие же самые настройки модификатор subdivision со следующими параметрами а также solidify с включенными параметрами толщины и even thickness и high quality для занавески находящейся сверху я буду использовать только subdivision уровень мягкости при визуализации я оставлю три рассмотрим следующий объект выделив карниз используем клавишу слэш чтобы отделить его от других объектов здесь я использую модификатор билл чтобы смягчить края делать это не обязательно так как в моем ракурсе его не будет видно в материалах занавески ее основания я не использую никаких модификаторов так как они здесь не нужны для держателей штор я добавил модификатор subdivision со следующими настройками перед тем как перейти к следующей части урока я бы хотел рассказать какие сложности могут возникнуть при работе с камерой дело в том что иногда происходит случайное смещение камеры и к сожалению отменить это действие нельзя визуально не всегда понятно в какой камере мы сейчас находимся чтобы обезопасить себя от таких случайных смещений нужно заблокировать параметры позиции и вращения для того чтобы это сделать нужно нажать на иконку log параметр x и провести вниз то же самое нужно сделать для вращения также если я выделю камеру и попробую и физически переместить с помощью инструмента move ничего не произойдет то есть камера останется на своем месте после этого мы уже ничего не сможем сделать камера попросту будет заблокирована для перемещения и вращения этот небольшой совет поможет вам сэкономить много свободного времени и нервов запуская превью рендера октан далее я расскажу как настроить материал занавесок в качестве универсального визуализатора я буду использовать path trace чтобы не нагружать видеокарту дополнительными вычислениями я выставлю значение 64 сэмпла для предварительного просмотра глубину прохождения лучей для diffuse я выставлю на 5 как вы можете видеть изображение сейчас темное нет смысла увеличивать этот параметр чтобы поднять общую яркость интерьера как только я настрою материал занавесок помещение сразу станет светлее то есть на начальном этапе поиски оптимальных значений старайтесь не использовать большие значения чем выше значение тем дольше время просчета глубину прохождения лучи для глоссе отражений я выставлю на 10 это достаточно высокое значение в сцене есть два объекта со стеклянной поверхностью к сожалению чтобы добиться хорошего результата приходится повышать общее число отражений что конечно приводит к увеличению времени рендера далее я хочу рассказать вам о настройках отображения объектов выделив рулонную штору переходим в раздел object properties вкладке octane seriens есть три параметра отображения объекта я буду использовать первые два видимость в камере то есть финальном изображении и видимость в тенях чтобы показать как работают эти настройки я поменяю ракурс рабочей камеры превью чтобы тени на столе были полностью видны если отключить видимость в камере объект будет невидим но все остальные изменения которые он вносит в сцену отражение затенение тени останутся вот сейчас очень хорошо видно штора просто исчезла но тени она по-прежнему отбрасывает причем тени непрозрачная стрелками я показал и выделил в каких участках будут изменения если отключить видимость в тенях shadow visibility объект полностью перестает отбрасывать тень на стол снова включаю и выключаю этот параметр чтобы сравнить результат далее я выделяю левую занавеску и пробую сравнивать настройки видимости красным я указал где будут видны изменения для параметра видимость в тенях разница практически незаметно еще это происходит потому что у нас не настроен материал рулонной занавески то есть сейчас один объект перекрывает другой по теням и не пропускает свет переходим к настройки материала рулонной занавески здесь я использую specular material основной параметр который будет формировать просвечивание это transmission color в моем случае это оттенки красновато-желтого параметр шероховатости имеет довольно высокое значение так как поверхность по свойствам тканевая и очень сильно рассеивает отраженный свет следующий параметр который я включу это фейк shadows эти параметры в материале являются ключевыми чтобы материал был виден его нужно подключить к ноде material output я немного прозумирую камеру чтобы все изменения были хорошо видны давайте сравним на что влияет функция fake shadows красным я выделил участок где будет видна разница сейчас эта настройка включена если ее отключить то тень становится непрозрачной чтобы получить прозрачную тень нужно включить fake shadows также я бы хотел показать на что влияет параметр transmission color чтобы не потерять основной цвет я добавлю ноду rgb spectrum и соединю ее с пином transmission color здесь источник цвета rgb формирует два параметра первый это видимый цвет просвечивания второй это величина яркости которая формирует просвечивание обратите внимание на цвет тени на столе он такой же как у рулонной шторы сейчас я изменю цвет и здесь будет хорошо видно как изменится тень чем ниже значение яркости тем меньше материал будет просвечивать параметр fake shadows делает тень прозрачной а также умножает полученный результат на цвет просвечивания так в дальнейшем мы будем собирать данное изображение используя рендер пассы я рекомендую просматривать компоненты для каждого материала после этого будете лучше понимать как и из чего состоит конкретный материал сейчас для материала specular я хочу посмотреть как отдельно выглядит этот канал а именно transmission чтобы это сделать нужно выбрать в превью past type refraction как мы видим сейчас у нас отображается все что связано с шейдером specular разница по сравнению с combined в том что здесь мы видим чистый канал преломления такой способ можно использовать для более точной настройки материала так как остальные компоненты здесь не отображаются рассмотрим материал занавесок чтобы вывести viewport настройки материалов на весь экран нажимаем control плюс space мне потребовалось некоторое время для того чтобы получить более менее приятный глазу результат вот как я это сделал для пина transmission color shader specular и пина transmission универсальный shader я буду использовать цветную текстуру просто соединяю выходной пин с входными пинами шейдеров теперь несколько слов о настройках материала здесь я использую комбинацию specular и universal shader параметры я выставил следующие выделил красным наиболее важные параметры в шейдере specular я считаю transmission color и fake shadows хочу напомнить что данный шейдер позволяет сделать тень прозрачный следующий шейдер который мы будем использовать связки specular это универсальный шейдер здесь нам потребуются параметры просвечивание шин и шин roughness настройки к последним двум я сделал следующее также активируем галочку напротив параметра смов чтобы объект был сглаженный далее смешиваю два шейдера с помощью ноты микс материал параметры mount будет вот с таким значением чтобы материал был видим соединю ноду микс с входным пином серфис ноды material output после этого в ю порте мы увидим новый материал я перепробовал довольно много настроек материала занавесок и пришел вот к такому решению снова смещаю камеру чтобы наглядно показать вот эти участки такой результат получился благодаря ноде микс которая позволила смешать шейдер 1 и 2 каждый из них добавляет уникальный для данного шейдера свойства нода микс влияет на то как смешиваются эти шейдеры при низких или высоких значениях будет преобладать тот или иной шейдер в моем случае значение 0.1 означает что specular шейдер имеет прозрачность 0.9 а универсальный 0.1 давайте посмотрим как выглядит данный материал в разных пасах так как мы используем шейдер specular данный материал будет виден в канале рефракции универсальный шейдер будет виден в канале transmission так как просвечивает свет в совокупности два этих свойства дают нужный результат для занавески находящейся вверху я применю такой же самый материал как для боковых занавесок теперь нам осталось настроить материалы рамки и кольца рулонной шторы с помощью комбинации клавиш control плюс b выделяю небольшую часть изображения далее зуммирую камеру чтобы лучше было видно изображение начнем с металлического кольца у меня уже готов пресет шейдера и сейчас я расскажу какие параметры я изменил чтобы настройки материала было лучше видно с помощью комбинации клавиш control плюс space я расширил редактор материалов основной шейдер который здесь используется это metal параметры которые я изменил это specular roughness и включил галочку для сглаженности объекта к основному шейдеру 1 я добавил металлический слой 2 в котором изменил некоторые параметры для отражения я создал дополнительную ноду rgb spectrum я выставил довольно высокое значение яркости белого для шероховатости выставил невысокое значение чтобы отражения были резкими с помощью параметра layer opacity значение 0.5 я сделал воздействие этого слоя на 50 процентов это важно теперь мне нужно соединить готовый шейдер с material output чтобы посмотреть результат если перейти в отображение компонента reflection в разделе render пасов мы увидим наш материал reflection direct и indirect показывают информацию по типам отражений вот здесь находятся все компоненты категории отражения reflection содержит в себе микс направленного и ненаправленного отражений здесь отображаются направленное отражение а здесь ненаправленное снова переключаюсь в режим combined вкладке материалов выбираю frame это материал рамки здесь в общем то все очень просто использую shader glossy базовый цвет невысокие значения отражения среднее значение шероховатости коэффициенту преломления я применил следующее значение также я отключил параметр смов чтобы сделать поверхность резкой после этого соединяю glossy shader с material output далее выделяем держатель штор и расширяем пространство редактора материалов здесь я использую универсальный shader ноду rgb spectrum я соединяю с пинами transmission и albedo color невысокие значения отражения высокий уровень шероховатости а также включенная галочка смов осталось настроить последний материал это металлическая поверхность карниза добавляю metal shader в котором выставляю следующие параметры на этом этапе мы закончили работу со всеми материалами уже очень скоро я планирую выпустить новый урок в котором расскажу как настроить октан также покажу как отрендерить изображение сохранить его формат EXR а также нужные рендер пассы спасибо что досмотрели это видео до конца если вы еще не подписались на мой канал а также не поставили лайк данному видео самое время сделать это сейчас для меня это будет дополнительной мотивацией для создания нового обучающего материала если что-то не получается или вы не знаете как это сделать пишите в комментариях или в телеграм-канал я постараюсь помочь удачи и пока